Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяния святых апостолов». И сегодня мы будем читать 25 главу этой книги. Первая тема – Павел перед Фестом. Павел требует императорского суда. Вторая тема – прибытие царя Агриппы и описание того, как Павел предстает пред Агриппой. Итак, читаем первый стих и ниже – Павел перед Фестом. «Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге». А почему они злоумышляли убить его на дороге? А они не были уверены, что римская власть предаст Павла смерти, потому что по римским законам это какие-то внутренние религиозные споры в рамках одного иудейского исповедания. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. Скорее всего, у этого правителя Феста были осведомители, которые предупреждали его о том, что есть намерение убить Павла. Касалось бы, а этому правителю Фесту, а кто такой для него Павел? Павел римский гражданин, а это очень серьезно. И сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его, то есть установленным римским правом порядком. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, встали кругом, пришедшие из Иерусалима иудеи, «Принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать». То есть они понимали, что те обвинения, которые они озвучивали раньше, их недостаточно, и здесь какие-то начались тяжкие обвинения, а доказать их было достаточно сложно. В каком случае против служителей Христа используют тяжкие обвинения? В том случае, когда у наших оппонентов исчерпаны все аргументы полемического характера. Поэтому всякий раз, когда на служителя Христа нападают с какими-то обвинениями, в уголовных преступлениях, этим самым нападающая сторона обнаруживает свое бессилие. Они не могут возражать против истинной Евангелия, и они переходят на личность. Для нас, прославных христиан, совершенно недопустимо в полемике с кем-либо переходить на личность, ибо это претит духу нашей веры. Он же в оправдание свое сказал, «Я не сделал никакого преступления, ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». То есть он объясняет, Павел, что он не нарушил закон Моисеев, он не осквернил храм, ничего не сделал против кесаря. То есть политические обвинения, которые использовались в его адрес, они тоже были недоказуемы. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Почему он спрашивает? Он не может вынести такое решение, вот его тащите в Иерусалим. А он хочет, чтобы Павел дал согласие. А если по дороге Павла убьют, Фест скажет, «Да, я знал, что он римский гражданин, но он сам требовал суда в Иерусалиме». Павел сказал, «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть, а если ничего того нет, в чем все обвиняют меня, то никто не может выдать меня им, требую суда Кесарева». И так он требует суда Кесарева. И многие экзегеты считают, что в этот момент он допустил ошибку. Потому что, потребовав суда Кесаря, он потом окажется перед лицом Кесаря, а в то время Кесарем был зверь из бездны, как он называется в апокалипсисе, то есть император Нерон. Но это давало отсрочку любого приговора, когда римский гражданин требовал суда императора Кесаря. Тогда Фест, поговорив с Советом, отвечал, «Ты потребовал суда Кесарева, Кесарю и отправишься». То есть в Рим, о чем Господь уже сказал апостолу Павлу. Далее рассказывается о встрече Павла с царем Агриппой. Имеется в виду Агриппа II, сын Агриппы I. Он получил от императора Клавдия царский венец и земли, прежде подвластные Филиппу и Элисию. Он был всецело предан римлянам и поспешил посетить нового прокуратора Феста со своей сестрой Вереникой, которая покинула своего мужа Ирода, царя Халкиды, и вернулась к брату. То есть Агрипп это был такой коллаборационист. То есть он всецело поддерживал оккупантов и заискивал перед ними. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста с назначением его прокуратора. Эту должность когда-то занимал Понтий Пилат. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме жалобой явились пересвященники, старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе, умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь, затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом, но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то есть императора, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы я послушать этого человека, завтра же отвечал тот, услышишь его. Здесь мы видим, что этот Фест, он совершенно не понимает суть проблемы, для него это скорее какая-то философская дискуссия внутрииудейская, та полемика, которая была между иудеями и Павлом. Но он рассказывает об этой ситуации, почему, и почему Агриппа и Вереника, они хотят встретиться с Павлом. Потому что в то время очень много людей говорили о христианстве, говорили об Иисусе, который был распят при прокуратуре, помните, Пилате. Эти слухи ходили, и у людей был интерес, действительно, что это за учение, может быть, это новая религия даже. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с ним мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. На самом деле, в римском праве было очень ограниченное число статей, по которым можно было применять смертную казнь. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне что написать. Агриппа исповедовал иудаизм, хотя он был коллаборационист и так далее, но как бы положение обязывало. Монархи тех времен, как и монархи христианского периода истории, в основном были беспринципные люди. И когда они вступали в какие-то монархические браки, они быстро меняли свою веру. Это было такое распространенное явление. Наши княгини, когда выходили замуж за европейских монархов, они становились лютеранками, католиками, или когда их невесты становились православными, это делалось по династическим соображениям. И вывод, который делает Фест, ибо, мне кажется, нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. То есть он хочет, может быть, в разговоре Агриппы с Павлом, в разговоре Вереники с Павлом, понять, в чем же, собственно говоря, по-настоящему обвиняется этот человек, Павел из Тарсова. Павел из Тарсова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова